Я хотел бы сегодня немножко сказать именно об этом прекрасном событии, которое произошло уже больше две тысячи лет назад, когда Иисус Христос, мы в четверг вспоминали Его последний путь, который Он совершил, страдания, мучения, которые Он принес, смерть, где над Ним издевались, но через три дня произошло намного торжественней, другое, очень важное событие, где Иисус Христос небо уже, как Иисайя пишет, презираем, уничижаем, произошло великое, величайшее событие. Иисус Христос воскрес в славе и в силе. Слава Господу! И Матфей пишет, все евангелисты пишут об этом, я прочитаю, Матфей пишет, это в 28-й, в последней главе, с самого начала, по прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень сошел с неба, приступил, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Когда это событие произошло, написано, произошло великое землетрясение, земля потряслась от того, что произошло, потому написано, ангел Господень сошел, и написано, вид его был, как молния, и одежда бела, как снег, устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Эту стражу, которую фарисеи и старейщины так сильно добивались, чтобы Пилат поставил, которые поставили там эту стражу, которые стерегли этот гроб, написано, они стали, как мертвые. Эта стража, она была бесполезная. Почему? Потому что Бог сам пришел, ангел Божий сошел, отвалил камень и сидел на нем. Устрашившись, его стерегущие стали, как мертвые. Ангел же, обратившись речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых, и встретит вас в Галилее, там его увидите. вот я сказал вам, слава Господу. Братья и сестры, это произошло величайшее событие, которого в истории человечества еще не было. Иисус Христос написан воскрес первенец из умерших, он первый воскрес из умерших в славе и чести, слава ему, нашему Господу. Братья и сестры, это событие является центральным событием всего христианства. Если бы этот день не случился, если бы это событие не произошло, если бы Иисус Христос не воскрес, то написано, апостол Павел пишет, говорит, что тщетно была вера ваша, вы были бы еще во грехах ваших, но Иисус Христос воскрес из мертвых. Слава Ему! Братья и сестры, Иисус Христос воскрес и, как я уже говорил, Он воскрес в силе, Он воскрес в силе и славе. И сила этого воскресения Иисуса Христа, она сегодня преображает множество людей. Вот эта сила воскресения, о которой мы сегодня говорим, о которой мы проповедуем, и в Священном Писании очень много примеров силы воскресения Иисуса Христа. И если эта сила воскресения, она не коснулась наших сердец, тогда это воскресение Иисуса Христа для нас ничего не сделало. Сила воскресения Иисуса Христа, она должна преобразить каждого человека, который приходит к Иисусу Христу. Помните встречу одного человека, который имел встречу с Иисусом Христом, воскресшим в силе, это был Саввел. Это Саввел, который шел с определенным намерением в Дамаск, чтобы преследовать последователей этого учения. Он был фарисей, он исполнял закон очень тщательно, но он не имел встречи с Иисусом Христом. Но когда он встретился с воскресшим Иисусом Христом, эта встреча переменила его основательно. Он поменялся полностью. Этот человек, не только имя его поменялось из Савла на Павел, но жизнь его в корне изменилась, когда он пережил в силу воскресшего Иисуса Христа, когда он прикоснулся к Нему. Братья и сестры, это точно сегодня каждый христианин должен пережить свои жизни в силу воскресения Иисуса Христа. Сегодня мы об этом говорим, сегодня мы об этом проповедуем, и филиппийцам апостол Павел говорит это в третьей главе. Третья глава филиппийцам именно об этом, где он говорит, что говорит, что я ради этого от всего отказался, чтобы познать Его, то есть Иисуса Христа, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Апостол Павел в своей жизни имел конкретную цель познать силу воскресения Иисуса Христа, силу Его воскресения, участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Иисус Христос, когда говорил с Марфой, по-моему, да, Он сказал, я есть воскресение и жизнь, я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, он живет. Слава Господу, братья и сестры, знаете, смерти в вечности нету, там смерти нету, она побеждена. За этой границей, когда люди переходят с этой жизнью в вечность, смерть кончается, в вечности смерти нету, почему? Иисус Христос есть воскресение и жизнь вечная, аллилуйя, слава нашему Господу, братья и сестры, и поэтому мы сегодня с вами блаженны и счастливы, что нам открылся Иисус Христос в своей силе, в силе воскресения. И эта сила воскресения, она должна в нас проявиться, как она проявилась в апостоле Павле, когда он полностью изменился, и Савла поменялся в Павла. Братья и сестры, эта сила воскресения Иисуса Христа, она должна нас преобразить с вами. Да благословит Бог сегодня каждому из нас, чтобы наша жизнь, она показала в нашей жизни силу воскресения Иисуса Христа. Это то, что сегодня необходимо для каждого человека, последователя Иисуса Христа. если это не произошло, значит, мы еще не познали Его силы воскресения. Сила воскресения проявляется в плодах наших. В Евгалатах написано плоды Духа. Эта сила воскресения производит в нашей жизни эти плоды. Да благословит Бог сегодня каждого из нас. Я еще читаю одно место, и мы будем приходить к Господу, молиться, чтобы Бог благословил каждого из нас, благословил это служение, благословил наши сердца, чтобы мы сегодня проверили себя, произвела ли, произвело ли воскресение Иисуса Христа в нашей жизни ту перемену, которая сегодня необходима, которую сегодня Он хочет видеть в нашей жизни, в каждом отдельности. Иисус Христос говорит в Откровении 1 глава 17 стишка Я первый и последний и живый и был мертв и вот жив во веки веков Аминь и имею ключи ада и смерти Аллилуйя Слава нашему Господу Братья и сестры Да благословит Господь сегодня каждого из нас мы встанем вместе давайте на наши ноги и призовем Его Святое Имя прославим Его Аллилуйя Благословит Продолжение следует...